С 1 декабря в Чубаксарах проблем с транспортом быть не должно. Фразу, которую так долго ждали жители столицы, прозвучала сегодня на совещании в администрации города. Напомним, что после банкротства в июле этого года предприятие Чуваш Автотранс. Вопросы перевозки жителей возникали постоянно. Торги идут круглосуточно. В настоящее время перевозчики не определены по 10 маршрутам. Подробнее в нашем сюжете. Профилактика аварийности на дорогах один из самых острых на сегодня вопросов. Необходимо повысить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителям пассажирского транспорта. Усилить систему фотофиксации и видеослежения. Совместно с ГИБДД нужно эту работу усилить. Ну и на будущий период, на 2019-2021 год, также совместно с руководителем ГИБДД по городу Чубаксары представить предложение о внесении в программу безопасной и качественной дороги предложений по снижению аварийных участков. Еще один вопрос, который стоит достаточно остро – перевозка пассажиров. На данный момент функционирует 57 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 17 троллейбусных и 40 автобусных. Но несмотря на принимаемые меры, проблемы еще есть. На сегодняшний день уже по 14 маршрутам выявлены победители, с ними из 10 из которых по 10 маршрутам заключены контракты, по 4 находятся в стадии подписания. По 10 маршрутам торги продолжаются, ввиду того, что шаг аукциона незначительный, торги в настоящее время идут. К 20 ноября должен быть сформирован весь парк автобусов, который заработает в полную силу с 1 декабря 2018 года, отметил Алексей Латоков. Администрация города планирует с 1 декабря осуществлять регулярные перевозки по утвержденному документу планирования, снижая дублирование маршрутов и оптимизируя пассажирскую сеть, переходя на автобусы большего класса. По маршрутам, на которых до сих пор не определены победители, будут заключены договора с временными перевозчиками на 4 месяца. Готовятся городские службы и к зимнему сезону, который начнется с 1 ноября. Подготовка идет в плановом режиме, отметили на горпланерке. Заготовлены противогололедные материалы, инвентарь и спецодежда. Ремонтируется уборочная техника. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика.